Печеночный дерматит Здравствуйте! Всем огромный привет! Рада видеть вас на своем канале. Вторая часть видео о парфюмерии. Моя подруга, кто не знает, ее Ира зовут, но мне кажется, уже все знают. Поэтому закрывай глаза и, как говорится, снова в карьер. Сейчас я тебе... Мы тут немножечко проветрили после первого видео о парфюмерии. Сейчас я также буду тут с закрытой крышечкой, чтобы вам тоже было интересно, что именно описывает Ира. На этот парфюм, кстати, тоже был обзор. Вообще плейлист оставлю. Вот это я знаю. Прям знаю-знаю-знаю. Сладкое-сладкое что-то я знаю. Нет, девочки молоденькие, я уже сколько раз замечала, прям девчушки, они тоже любят почему-то вот такие ароматы. Фруктовый. Он цветочно-фруктовый. Приятный? Ну, да, да. На светленьких кто? Действительно светленький. На светленьких? Да, он будет вообще нежный. Одно время была очень активная реклама этого парфюма, и там девушка темненькая была. И позиционировался аромат, как такой, знаешь, дерзкий, с вызовом все дела, там вот такой. Нет? А у тебя беленькая девчушечка? У меня беленькая девчушечка. Да. А, вот. Ну, я, кстати, никогда не понимала, почему у Годипрет. У меня был такой, поэтому я не знаю. Почему его вот так вот тяжело? Мне тоже, я уже говорила, кстати, об этом в видео, когда снимала, мне тоже не очень понятная реклама. Секси, дерзкий секси. Да, да, мне тоже не понятно. На мой взгляд, это такое вот милое такое. Да, что-то все. Мило-сладко-компотно. Да, 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 компотное, вот правильно. Ну, да, да. Давай следующий. Ну, а аромат в 50 ты могла бы? В Юго Дипрет? Да. Да, да. Ну, в общем, без возрастов. Я вообще не люблю, когда это... Нет, я, например, за себя могу сказать, что у меня изменилось возраст, там, восприятие и то, что я люблю. Вот то, что любила моя мама и то, что было раньше. Испахан, анаис, анаис. Я все время говорила, что это вонючки какие-то. Сейчас мне уже это стало нравиться. То есть, сейчас мне очень нравится... Можно же называть фирмы? Практически вся линейка сислой. Вообще вся. Просто я от них балдею. Но они прям, они тяжелые. У меня муж, он такой человек прямолинейный, он все время говорит, каким-то бабами воняет, я не знаю, чем тебе нравится этот фуй, буш, я не знаю, как запахнуть. Я не вижу в этом вообще ничего. Мне очень приятно. Плюс еще с возрастом утрачиваются же рецепторы. Я не знаю. Нет? Человек прекращает воспринимать тонкие запахи. То есть, поэтому все бабушки в основном, они либо у них очень такие термоядерные духи, вот эти пани валевские и все остальное. У меня бабушка там Мэджик Нойер у нее. Вот все такое, Давидов какой-то синий. И все вот такие перечни. Пуазон. Нет, пуазон это ерунда, она его даже не слышит вообще. Вот, я ей дала, вырезы стибуль подарила. Она мне сказала, он вообще ничем не пахнет, что ты мне его дала? То есть, у нее все такие ароматы, она не слышит уже. Мама тоже стала старше, то она в какой-то момент перешла, там у нее калвин-преаэнфория была. Обратите, кстати, внимание, что я сегодня Ирку не перебиваю. Да, да, я дала мне волю. Я прислушалась к советам. Вот, и она всем, ну то есть, сейчас она тоже опять перешла на более плотный такие, назовем их, камуфлирующий парфюм. Сжигающий. Сжигающий, да. И мне тоже он нравится. Поэтому, но как ты воспринимаешь это человека, мне, например, наоборот непонятно. Ну, они ждутся у каждой женщины, потому что она не чувствует и она не слышит. А так, например, я считаю, что если объективно, то чем ты старше, тем тебе, наоборот, нужен аромат полегче. Потому что он смешивается. Вот у меня бабушка была, она очень... Из запахом кожи? Да, она очень чистоплотная женщина. Но, видимо, там что-то начинает вот такое выделяться. Она мне оставила свою куртку. У меня от ее куртки в шкафу пропахли все детские вещи, вот, которые куртки все, и ты выстирываешь. Я ей постирала специально, думаю, я повезу, чтобы не пахло, она не заметит. Он не уходит. Он вот просто не уходит. И это вот запах, как вот всегда говорят, так пахнет бабушкой и лекарством. Вот, вот, ну, все. Как бы это нормально. Приехали. Ну да, это природа, ты никуда не денешься. Давай следующий. А, нет, ты несешь? Все. Все, закрывай глаза. Я же могу вечерно говорить. Закрывай глаза. Этот аромат мне, на самом деле, от Эрки бы очень было интересно услышать ее мнение. Потому что этот аромат очень многим знакомый. Во-первых, мне очень интересно, насколько, ну, как бы, дорого-недорого слышится. Ну, вот он похож с предыдущим ароматом. Они похожи. У них вот эта ведущая, самая основная нота вот этого компота. Она как бы здесь. Они вообще у тебя все, в принципе, компотные. Да, вот с этими. Ты любишь эту ноту. Никакой индивидуальности. Ну, блин, это нормально. Человек выбирает 150-ю одинаковую верь. Ну, вот он, вот, знаешь, даже с чем больше похож. Но ты его бы узнала, если бы на комочке? Да я не знаю, что это. Не, ну, знаешь, он отличается. Но основной это вот тот. В общем, короче говоря, почему мне вот было бы интересно, потому что это ифраше флауэр пати. Многим известный. И вот для меня это реально вот компот. Я помню, что я его по какому-то пробнику, что ли, заказывала, а потом мне еще в подарок прислали за какой-то заказ. Он у меня, конечно, тайполный. Ну, только потому, что вот я его ощущаю очень вкусным, очень приторным, сладким, как я люблю. Но вот он для меня дешевоват. Ну, мы же сейчас в глубине того, чего... Русской души. Да, русской души. Ну, а так приятно, да? Так приятно. Нет, я вот честно говорю, у меня стало в последнее время такое... Я заиграла у ребенка какой-то для тела. Вот в H&M ей подарили спрей для тела, да. То есть мне стало нравиться, мне... Я могу не надушиться, выходя на улицу, а дома вот я, допустим, там помылась и вышла, и мне хочется вот там... Блугухать. Блугухать на стороне сверху. Я раньше так с вами делала. Вот мне надо вот... Вот с вами таким вот. И к этому хочется не тяжелый, сложный парфюм, а такой вот облегченный, чтобы вот просто приятненько было. Знаешь, что я тебе хотела спросить? Это же на самом деле химия-прихимия. Да. Вот ты как к этому относишься? Просто Ирка, она... Ну, тоже так же, как и я, пытается прикупить себе что-то, ну, более натуральное. Я скажу, как у меня это проще складывается. Я очень за натуральное. Мне все нравится натуральное. Но часто, то есть мне надо это пойти и как бы почитать, поискать, да. А я вот тут приехала, грубо говоря, в магазин, да, в гипермаркет и вот закупаюсь. А вот у меня тут шампунь закончился, а там не продают натурального. Я, зная, что я беру фигню, я ее возьму. Ну, то есть химозу. Я ее возьму. Конечно, я ее не использую до конца. Я потом, когда у меня будет случай, пойду куплю нормальный. Ну, то есть, я ее возьму. Просто еще потому, что мне хочется. А все такое новое, красивое. Да, оно и пахнет, и зачастую поинтереснее, да. Вот, поэтому я грешу, грешу, да. Ну, в общем, к туалетной воде, потому что она там химозная-перехимозная, ты, в общем, не забываешь. А я, кстати, честно признаю, что я заметила, я редко пользуюсь. И я. И у меня туалетная вода, вот мне муж подарил два года назад, вот этот вот киллер. Он два года назад был, да. И то есть, он у меня до сих пор, там, я использовала чуть-чуть. Одни у меня вообще стоят новые жадо. Я раньше так любила. Вот. Я раньше безумно любила жадо. И когда я душилась ими, мне все время сбегались все мальчишки, а тогда мне было лет 19-18, и они говорили, «Ой, смена, к тебе, ой, тебя сожрать хочется, ой, ой, ой». Да, кстати, есть такой вот мужчина, почему жадо нравится. И я, ну, как бы, и мне нравилось, как он на мне пахнет. Я его заказала, у меня пришли друзья из Германии, я его заказала. То есть, вообще, хороший, там, европейский, все, мне привезли. И он у меня, не поверите, до сих пор стоит новый. То есть, его чуть-чуть отбрызгала, побрызгалась, попользовалась моя свекровь. Мне это, конечно, не нравится. Вот. Ну, потому что я его как-то, не то, что я его берегу, но для меня это теперь стал аромат. Он, во-первых, для меня тяжелый почему-то. Вдруг превратился в такой женский аромат. То есть, женский, я еще подразумеваю, не то, что должна женская женщина надушиться, а то есть, когда ты идешь на вечер, и ты определенным образом одета. То есть, я же не надушусь за то, когда я стою в кедах и в джинсах смотреть. А я, кстати, могу. Ну, на мне это вообще, ну, не знаю, я как-то не хочу им душиться. Я лучше мужским духом надушусь, и я знаю, что это будет актуальнее. Меня вообще, я просто уже о себе могу судить, меня женственнее делают сложные мужские вещи. То есть, я в них буду женственнее, нежели на меня одеть платье с рюшками, да. То есть, я сразу буду дуринка какая-то. А если на меня одеть что-то мужское, я буду в этом выглядеть женственнее. Так же и с ароматами. В принципе, мы же их тоже надеваем? Да, да. Все, давай дальше. Надеваем или одеваем? Я вообще никак... Я вот, мы же колхоз нам надо пультерать. Надеваем, обуваем, все, да. Давай, готово? Да. Ой, ой, падай, падай. Давай, следующий. Тоже очень многим известный аромат. Ну, этот мне больше нравится из всех. У него все то присутствует, но у него появилась такая сухая вот... сухость, чуть-чуть травы. Он уже такой более резкий. Он не компотно-сладкий, вот этой сладостью резкий, а он резкий своим... Да, я бы вот даже его как сухой описала. Да, с сухостью, вот он тебе, морозом таким, вот как вы хочешь, по носу мороз дает. Молодой, Роман? Как вино. Молодой. Молодое вино. В общем, короче, это тоже ифраше, соуэликсир. Вот в ифраше у меня было огромное количество пробников, мне присылали, а раньше я эту косметику по почте заказывала. Вот. И, в общем-то, я многие знаю ароматы вот из ифраше. Это самые любимые. Так, в принципе, к ифраше я очень спокойно отношусь. Но мне кажется, что соотношение цены и качества, потому что они же недорогие. Вот это, по-моему, что стоило? 600-800 рублей, 30 миллилитров здесь. Ну нет, он такой интересный, например, в нем. Да, очень интересный. И вот он дешевым, вообще, мне кажется, не слышится. Ну да. Хороший, хороший запашок такой. Благородненький. Ну, благородненький, неблагородненький, но неплохой такой запах. Так, ну и последнее, что у меня на сегодня осталось. Закрыла глаза, да? Сейчас я еще разочек брызну. Жемчужины моей коллекции. Что-то знакомое? Во-первых, это твоя самая любимая нота. Да? Которая есть в Салимаре. Вот, которую я первую слышу, мою нелюбимую. Что же это за нота такая? Я не знаю, мне тоже интересно. Это как с птичкой вчера. Он тебе это, он тебе Шалимар напоминает? Да, есть. Это этот, для Перла? Нет. Нет, как она называется? Луна или... Нет, все намного проще. Не подглядывай. Надо так даже посмотреть. В общем, короче, это Dolce Vita, Dior. Вот. И самое удивительное, то, что, мне кажется, этот аромат необычным, звенящим, таким вот. Но я бы не сказала, что он меня прям вот, как Шалимар. Мне Шалимар намного больше нравится. Намного. Они мне, знаешь, что напоминают? Помнишь, у тебя были? Ла Перла, по-моему. Такой вот, не вот этот. А, да-да-да-да-да, сейчас как он называется-то? Ну, я поняла, про что ты говоришь. Не знаю, они мне не напоминают. Да, Ла Перла мне больше нравится. Этот, он просто, аромат мне чем нравится? Он очень стойкий. Вот он с утра брызнулся, и пахнешь, и пахнешь. Просто вот про ароматы. У меня один раз такой случай был. Я жутко, когда вышли... Ну, конечно, он все равно чудесный. Когда вышел Пуазон Перлс, по-моему, назывался. Я вообще с Пуазонами не знаю. Она, мне он жутко не нравился. Он был у моей родственницы. И я, не знаю, все, когда приходила, думаю, фу, степенечко. И как-то на съемки пришла у нас там агент по актерам. Ну, агент одного актера. И она вот как вошла... Ты, в общем, короче, решила, что ты теперь не в камеру мне будешь смотреть, на пакет. На пакет, да? На пакет. Вот. И она как вошла, и там такое повисло, что вот все разом повернулись на человека. Знаешь, вот это твое? На нее все разом повернулись. И у нас тот режиссер повернулся и говорит, Боже, что за женщина вошла? Что за... Чем пахнет? И, знаешь, все искать. Ну, это я. Единственное, как бы она там вошла. Это я, да. И я мы потом все сидим и говорю... Ну, вот слушай. И я ей говорю, Ир, а чем от вас пахнет? Она говорит, Пуазон Перлс. Да вы что? Она, да. То есть это так было вкусно и просто, даже, знаешь, как-то шокирующе, необычно. И по сравнению с тем, как я все время к нему относилась, то есть мне кажется, все должно индивидуально подходить. То, что мы любим, и то, что когда кому-то нравится, как на нас пахнет. Вот на мне всем нравилось, как пахнет. И все поместим. Нет, ну, может, духами пользуемся, чтобы нам нравилось, а не кому-то. Чтобы мы-то их потом не слышим, когда мы к ним привыкли. Ну и что? Ну, они мне тоже нравились. Давай пойдем на улицу опрос. Нет, они мне тоже нравились. А тема будет. Но за мной ходили люди помогать. То есть если я проходила вот до такой степени, не вот как я рассказала, ребятам нравилось, как пахнет. Ко мне подходили люди и спрашивали девушку, а чем от вас пахнет? Чарути 1881. Вот мне все, меня постоянно догоняли где-нибудь и говорили, господи, как от вас пахнет, чем от вас пахнет, чем от вас пахнет. Ну, вроде уж проще аромата не найти. Как бы он для меня никогда не был таким. Вау. Но больше вот как бы никто никогда ко мне не подходил ни с чем. А вот с этим прям не стеснялись меня догонять. Ты просто со временем стала злее, и сейчас люди просто боятся подходить тебе. А раньше такая, ля-ля, да, подойду. Да, спрашиваю. И такое может быть. Ну вот, ароматы на сегодня у нас закончились. Пишите в комментариях, какой аромат на данный момент является вашим любимым, и с чем ассоциируется те ароматы, которые мы вам сегодня показали. На сегодня все. Всего доброго. Пока.